После того, как вы выполнили второй шов, петли проймы распределите на 44 иглах от 44 центра по нолям и до 44. Узелковые и межузелковые петли навесьте на иглы машины. На всех иглах выполняем петли облива. На счетчике ноль аккуратно провязываем первый ряд и тут же переходим на частичное вязание. Обрезаем лишний нитик, провязываем. По седьмую иглу включительно. С левой стороны действие зеркально повторяем. С правой стороны двадцатая игла в работе. С левой стороны двадцатая игла в работе. Справа тридцать первая. Слева тридцать первая. Справа тридцать шестая. Слева тридцать шестая. Справа сороковая. Слева сороковая. Справа сороковая. Слева сороковая. Справа сороковая. Отключили рычаги частичного переплетения. Вяжем восемь рядов прямо. Выполняем убавки по одной петле слева и справа в двадцать втором ряду. Вяжем далее прямо следующие восемь рядов. В тридцать седьмом ряду выполняем убавки по одной петле слева и справа в работе по сорок двен. Вяжем далее следующие семь рядов прямо. В тридцать седьмом ряду выполняем убавки с обеих сторон в работе по сорок одной. Далее вяжем восемь рядов прямо. В сорок пятом ряду выполняем с обеих сторон убавки по одной петле в работе по сорок. Вяжем далее восемь рядов прямо. В пятьдесят третьем ряду выполняем убавки по одной петле. Вяжем прямо до шестидесятого ряда. В шестидесятом ряду порезку переводим в положение частичного вязания. Слева по двадцать пятую иглу справа от нуля. Иглы переводим в переднее нерабочее положение. Провязываем один ряд справа налево. С правой стороны выполняем убавку одной петли. Продолжаем вязать восемь рядов прямо. В шестидесят девятом ряду с правой стороны выполняем убавку одной петли. С левой стороны тридцать семь игл в работе. Вяжем далее прямо в восемь рядов. С правой стороны в семьдесят седьмом ряду выполняем убавку одной петли. В работе справа тридцать шесть игл. Провязав семь рядов с правой стороны, выполняем убавку до тридцать пятой петли. Вяжем далее прямо восемь рядов. В девяносто втором ряду с правой стороны выполняем убавку одной петли. Справа в работе тридцать четыре. Вяжем далее прямо восемь рядов. В сотом ряду выполняем справа убавку в работе тридцать три иглы. Вяжем прямо восемь рядов. Возвращаемся к шестидесятому ряду. Вязание оставляем. Иглы переводим в переднее нерабочее положение. Канетку переводим влево. С левой стороны на краевую петлю навешиваем нить. С левой стороны в работу вводим иглы. Роковую по двадцать шестую. На счетчики снова устанавливаем шестидесятый ряд. Провязываем один ряд слева направо. С левой стороны закрываем петлю. Вяжем восемь рядов прямо в каждом втором ряду. Навешивая конец нити. В шестидесят девятом ряду. С левой стороны закрываем одну петлю. В работе тридцать семь. Обрезаем ненужную нить. И следующие восемь рядов вяжем прямо. В семьдесят седьмом ряду слева закрываем одну петлю. В работе тридцать семь. Вяжем следующие восемь рядов в каждом втором ряду. В восемьдесят пятом ряду закрываем одну петлю. Работу продолжаем. Вяжем семь рядов прямо. В девяносто втором ряду слева закрываем одну петлю. В работе тридцать пять. Работу продолжаем. До сотого ряда. В сотом ряду закрываем слева одну петлю. Вяжем до сто восьмого. С левой стороны тридцать три петли. Все иглы в переднее нерабочее положение. Каретку переводим слева направо. С левой стороны, начиная с двадцать пятой, иглы переводим десять в положении Д. С двадцать пятой по шестнадцатую. Провязываем пятьдесят два ряда прямо. В каждом втором ряду закрепляя конец нити. Провязав, достаточно закрепив нить, конец нити обрежьте. Рабочую нить обрежьте. Иглы вывиньте в положении Е. Далее берем следующие десять центральных петель. И с пятнадцатой по шестую вводим их в рабочее положение Д. Провязываем пятьдесят два ряда. В каждом втором ряду закрепляя конец нити. Провязав пятьдесят два ряда, конец нити обрежьте и вы выдвиньте в переднее положение. На следующих десяти петлях провяжите сорок восемь рядов. Также в каждом втором ряду закрепляя конец нити. У нас осталось с вами двадцать петель. На каждых десяти из них выполните по пятьдесят два ряда. Закончив вязание всех частей берем десятиигольный декер снимаем вторую часть справа десяти петель оборачиваем дважды вокруг себя и навешиваем на иглы машины. Берем центральные десять игл, снимаем с них петли, дважды оборачиваем декер вокруг собственной оси и навешиваем на иглы машины. Второй участок петель слева снимаем дважды прокручиваем вокруг собственной оси и возвращаем. Третий справа участок из десяти петель снимаем на декер дважды прокручиваем заводим за правый участок за левый участок и навешиваем на иглы машины. Третий участок петель слева снимаем прокручиваем дважды вокруг собственной оси заводим за участок слева справа возвращаем петли на место и грубым винтик в переднее положение вытащите наружу кончики нити выполните концами нити петли обвила установите на счетчики сто восьмой ряд провяжите один ряд справа налево выполните убавки по одной петле справа и слева в работе по 32 провяжите 34 ряда прямо закройте петли в один прием петлю уловителя оставшиеся концы нити можно просто подтянуть и срезать после того как петли будут закрыты выполните боковые швы незаметным швом как выполнить незаметный шов можно узнать воспользовавшись нашим мастер-классом такая разная сборка с вами была школа ручного и машинного вязания Лорейн Вулхарт пишите ваши комментарии ставьте лайки не забывайте подписаться на наш канал подписывайтесь на наш инстаграм будьте активны позитивны и мы обязательно с вами свяжем снова новые и новые шедевры субтитры создавал DimaTorzok